привет друзья сегодня у меня в меню один из символов польской кулинарии суп журы или как его еще называют нежно журик у него еще есть название польский ржаной суп суп из кислого хлеба или похмельный суп я бы смело внес его в топ-10 лучших мировых супов само название журик появилась где-то в 14-15 веке и произошло от немецкого саула то есть кислый изначально как и многие знаменитые блюда мировой кухни это конечно было блюдо бедняков его варили из картошки с добавлением закваски ели практически каждый день и только спустя какое-то время туда стали добавлять мясо и копчености история появления супа журок связано с одной забавной легенды в одном польском городке была харчевня и пекарня владелец которой имел скверный нрав и кроме этого будучи очень жадным до денег постоянно обсчитывал покупателей жители городка решили проучить жадного пекаря и наняли одного человека который предложил хозяину пари смысл его заключался следующим хозяин корчмы должен был приготовить самый невкусный и дешевый суп а гость должен был этот суп съесть и если ему не станет от него плохо он заберет рецепт и всю корчму а если же от приготовленного супа по плохие гость пообещал отдать владельцу мешок с деньгами жадный пекарь во что бы то ни стало решил выиграть пари для этого он слил из катки остатки закваски для приготовления хлеба залил все это дело водой кинул туда подпорченные луковицы остатки старого бекона большое количество чеснока чтобы суп получился резко пахнущий к удивлению пекаря гость большим аппетитом съел тарелку супа и даже попросил добавки делать было нечего и скупому пекарю пришлось отдать свою корчму и рецепт супа который после этой истории стал очень популярным и слава о нем из века в век передается по сей день сегодня журок подается в каждом уважающем себя польском ресторане его готовят на семейные праздники в общем это очень популярное блюдо разумеется в разных польских регионах журик готовят по-разному и прежде всего эти журики если так можно сказать отличаются бульоном и набором мясных колбасных изделий я буду готовить свой журок который я всегда готовлю который люблю я который любит мои дети которые очень сложные в кормлении и назвать его не аутентичным нельзя потому что вариантов очень много что касается точной громовки ингредиентов я вам сейчас сказать не могу потому что я всегда готовлю интуитивно но после приготовления я все померю и напишу уже при монтаже правильное количество и так мой журик пойдет для приготовления бульона луковица корневой сельдерей свиные ребрышки сыровяленая грудинка сухие грибы это кажется подосиновики и как всегда я возьму немного своего концентрированного бульона а как его приготовить посылки как основные наполнители краковская колбаса знаменитые белые польские колбаски без них журик не журик у нас их к сожалению купить невозможно но приготовить очень легко и в этом ролике я вам естественно покажу как картошка хрен сливки и чеснок для ароматизации придания вкуса несколько лавровых листочков душистый перец главная специя в журике сушеный майоран или по-нашему душица соль перец растительное масло и основа любого супа журок это закваска если вы живете в польше ее можно купить очень легко в любом магазине но мы не в польше поэтому ее можно приготовить я ее приготовил и тоже покажу вам как это очень просто и для подачи зеленушка но от петрушки я ветки отрежу и брошу в бульон сметана и вареные яйца сразу залью грибы кипятком и начну с бульона у меня где-то три с половиной литра воды отправлю туда сельдерей не весь где-то наверно половинку отрежу я уже помыл поэтому то такой страшный но на самом деле он чистый луковицу маленькую тоже чистить не буду но пополам ее разрежу просто нам потом легче будет доставать грудинку бульон не уже разморозился и от петрушки оторву ветки тоже даже отправлю лаврушку и душистый перец я отправлю потом после того как сниму пену пусть закипает солить я бульон не буду потому что ребрышки и грудинка соленая потом приготовлю суп и посолим это не сырое мясо поэтому пена здесь совсем немного теперь я закину лавровый лист и перец можно было бы сделать конечно букет гарни завернуть в марлечку к я обычно делаю но это деревенский суп пусть будет все брутально крышку и я поставлю эту кастрюлю на большую плиту потому что здесь только одна комфорка и продолжим такой бульон будет вариться где-то около часа на маленьком огне по чищу и мелко нарежу лук сковородку на огонь растительное масло можно взять растительные сливочные как хотите мне кажется растительного будет достаточно лук чеснок я возьму наверное где-то небольшие головки наверное две потому что у меня закваска чесночная будет достаточно вполне хотя этот суп должен быть сильно чесночный чуть-чуть его раздавлю и просто на рублю закинуть чеснок и она на самом деле в последнюю очередь но я его уже нарезал меня место мало грибы я их тоже на рублю произвольно туда же грибы теперь колбасу тоже кубиками нарежу произвольными даже теперь мои знаменитые колбаски белая колбаса важнейший компонент супа журек не менее популярна в польше чем знаменитая краковская и у нас ее купить конечно же невозможно а вот приготовить очень просто килограмм свиной шеи 600 грамм свиной грузинки 50 грамм сала я взял сало потому что грузинка у меня не очень жирная 3 грамма черного перца примерно 1 чайная ложка 40 грамм соли 2 с половиной столовые ложки щепотка мускатного ореха 4 зубчика чеснока у меня большие поэтому возьму 3 примерно 7 грамм сушеного майорана 150 миллилитров ледяной воды и где-то полтора метра свиной оболочки 32 миллиметра начну я с сала пока оно ледяное его легче резать кусочками где-то пол сантиметра вообще сало для колбасы нужно резать вручную всегда если у вас конечно нет специального кутера потому что при проворачивании сала через мясорубку за счет трения она будет нагреваться и будет плавиться но это еще пол беды дело в том что нагретое сало при смеси с водой начинает эмульгировать и это уж совсем плохо поэтому если у вас нет специального оборудования которое рубит мясо а не мясорубка то его надо резать вручную так сало в миску теперь часть грудинки я тоже нарежу руками вообще чем больше у нас мясо нарезанную вручную тем будет точнее наша колбаса но все равно нужно связующие виде хорошо размолотого фарша так что здесь нужно соблюдать баланс конечно так кожу мы снимем она нам совсем не нужна в каком-нибудь блюде я ее обязательно буду использовать на кухне ничего не должно пропадать но и наконец у меня есть любитель свиной кожи филя но на мой но маленький на ты же любишь и гулять и тоже нарежу кубиками где-то по пол сантиметра старайтесь чтобы у вас не оставалось крупных кусков потому что они могут просто застрять колбасной фильере это будет крайне неприятно но остальное мясо я нарежу и пропущу через мясорубку самое главное не забывайте что мясо должно быть очень сильно охлажденным то есть температура не меньше 12 градусов в промышленном производстве как вы знаете при проворачивании мяса в него добавляют лед но льда у меня нет нарежу на крупные куски если есть какие-то неприятные прожилки то их конечно лучше всего удалить так запускаем шайтан машину я сейчас уберу я буду использовать крупную решетку чеснок я сразу закину в мясорубку и еще раз повторю внимательно следите за температурой мяса оно должно быть очень холодная мято готово осталось добавить специи и воду возьму ступку черный перец соль у очень крупная поэтому я тоже нужно будет растереть ступки и перец солью хорошо разотру вот почему-то вручную перетертый перец кажется значительно аромат не знаю почему так пересыпаем все это фарш натру немножко мускатного ореха вообще мускатный орех в эту колбасу в принципе не добавляют но не нравится майоран и вода поменяю насадку и это все нам нужно хорошо перемешать даже взбить хорошо так сейчас мы все снимем накрою пищевой пленкой поставлю на ночь в холодильник все ароматы смешались а завтра будем делать колбасу мой фарш готов он за ночь посолился я для изготовления колбасы буду использовать вот такую свою старую машину она надежная отличная возьму фильеру у меня фильера три с половиной сантиметра большая не знаю налезет ли у меня на нее оболочка потому что оболочка не очень толстая но попытаюсь для начала смажу фильеру маслом чтобы она лучше скользила и попробуем установить не хочется говорить слова натянуть с маслом она значительно лучше идет разумеется я оболочку промыл от соли и вымочил думаю этого будет достаточно я не так много фарша теперь мы ее установим заложу фарш простите руками так удобнее и быстрее главное его хорошо отрамбовать чтобы было меньше воздушных пузырей хотя конечно машинки есть специальный клапан но лучше все равно чтобы фарш был плотный и поехали так вот фарш появился теперь мы должны перевязать узелком отличная толщина получается то что я хотел так остановимся и скрутим колбаски где-то вот так наверное скручиваем как положено каждый раз в противоположную сторону чтобы они не развернулись последние они у меня получились практически гигантские но хорошей колбасы мало не бывает ну вот последнее теперь у нас есть два пути мы можем эту колбасу сразу сварить в журике но журик у меня еще не готов потому что у меня закваска еще не готова еще есть несколько дней я ее могу конечно заморозить свежей но она все-таки потеряет во вкусе тоже не очень хорошо поэтому есть другой способ ее нужно сварить варят ее при низкой температуре 75 80 градусов без кипения порядка 30 40 минут и потом мы сможем уже ее использовать обжарить положить журик и или просто есть заодно и продегустирую перед тем как колбаски варить их нужно хорошо наколоть чтобы они не лопнули при варке я нагрею воду практически до кипения потому что когда мы положим туда холодные колбаски она остынет как раз получится то что нужно и теперь нам нужно поддерживать температуру между 75 и 80 градусами колбаски готовы можно достать выглядит хорошо выглядит как настоящая белая польская колбаса ну и попробуем что получилось отличная получилась колбаса чуть-чуть я переборщил с перцем я тогда скорректирую количество ингредиентов в описании все было правильно а так идеальная готовую колбасу можно минимум неделю хранить в холодильнике или заморозить и она во вкусе практически не потеряет я их нарежу просто ломтиками у меня еще в супе варится грудинка но она сварится я ее нарежу и тоже обжарить чуть-чуть запах прекрасный грибы колбаса лук что может быть собственно говоря лучше выключу накрою крышкой и буду ждать готовности бульона бульон сварился так сейчас я из него все достану что нужно прежде всего грудинку овощи они у меня не пропадут у меня есть прекрасная собачка которая очень любит вареные овощи а вот свиные косточки я оставлю в супе их будет приятно голодать траву уберу теперь содержимое сковородки я пересыплю суп сковородку обратно чуть-чуть масло кастрюльку я пока уберу и мне нужно будет нарезать грудинку она горячая кожу я наверное оставлю она вкусная грудинку тоже нарежу крупным кубиком на сковородку чуть-чуть ее обжарю можно конечно не обжаривать но так будет вкуснее грудинка обжарилась отправлю ее в суп кастрюльку обратно на плиту и прежде всего нужно добавить закваску я свою закваску для журика делаю наиболее традиционным способом на основе ржаной муки можно использовать и белую пшеничную муку и другие злаки например если у вас есть проблемы с глютеном то можно взять гречневую муку и тогда она смешивается с водой к 1 к 3 и тоже добавляется те же самые специи и в некоторых рецептах закваски добавляют горбушку черного ржаного хлеба но опять же этот хлеб должен быть обязательно на закваске у меня есть хлеб черный но я не уверен что он на закваске поэтому я его класть не буду ну и еще один момент чем сильнее ваша мука тем насыщеннее и кислее получится ваша закваска ну а ее приготовление проще простого я сделаю 1 литра закваски этого хватит на 3 литра супа журик для этого мы берем кипяченую воду естественно 1 литр вода должна быть комнатной температуры 120 грамм ржаной муки 6 лавровых листочков 2-3 зубчика чеснока 20 горошков душистого перца 20 горошков черного перца 5 гвоздичек 5 ягод можжевельника и 1 чайная ложка соли и вот такую банку здесь полтора литра я ее стерилизовал на самом деле очень важно чтобы все емкости и инструменты которые мы будем размешивать на журик были идеально чистые а лучше стерилизованы чтобы не дай бог туда ничего не попало иначе закваска просто испортится я начну с чеснока очищу и раздавлю чеснок отправляя его в банку туда же все наши специи по очереди теперь муку на самом деле муку конечно был сначала положить чуть я не сообразил хотя это неважно заливаем все водой все перемешиваю лавровый листик забылся накрываю чистой марлей естественно для брожения наши организмы должны дышать и завязываю веревочкой лучкой резинкой но резинки нет у меня и теперь нашу закваску нужно поставить в теплое темное место где-то понадобится дней семь чтобы она полностью была готова каждый день минимум один раз ее нужно будет перемешивать и если появится пена то ее надо будет снимать вот собственно говоря и вся технология процеженную закваску можно хранить в холодильнике до двух недель количество закваски будет зависеть от того насколько кислый концентрированный она у вас получилась поэтому тут надо подливать и пробовать но сначала нужно ее перемешать хорошо кстати я сегодня не пробовал мы попробуем кисленькая кисленькая чесночная напоминает немножко белый квас хотя не совсем теперь через сито буду ее подливать и пробовать чуть-чуть еще чуть-чуть буквально в принципе можно все вылить где-то полтора литра у меня закваски как раз получилось полная кастрюля где-то около четырех литров супа но это еще не все теперь нужно добавить нашу главную специю сушеный майоран опять же надо пробовать но я на глаз чувствую что количество правильное и теперь картошку на самом деле многие жюри картошку не кладут это совсем не обязательно но мне нравится опять же из-за нажористости картошку в суп запахло уже майораном соль добавлю пару ложек попробую можно еще чуть-чуть и черный перец теперь пусть он минут 20 до готовности картошки поварится и мы добавим хрен и сливки тут кстати один важный момент дело в том что журик очень легко можно заморозить и оставить его навсегда потом достать и разогреть но если вы добавите сливки то замораживать его нельзя поэтому решайте сами у меня эту кастрюлю съедят за два дня поэтому я сливки добавлю сразу суп сварился он загустел благодаря муке которая была в закваске теперь я добавлю сливки я вообще не уверен что их нужно добавлять потому что на самом деле суп у нас очень насыщен но коль я их уже поставил в принципе это не обязательно и хрен опять же кто любит мне нравится я добавлю что-то в этом есть буквально две минуты и все будет готово нарежу немножко зелени у меня укропчик я укроп не люблю но в этом супе он отлично работает вареное яйцо большую тарелку я не буду устраивать тут танцы с красивой подачей блюдо деревенское подавать будем его по-деревенски яйцо посыплю зеленушкой и сметанка без ложной скромности хочется сказать как тетеньки на своих youtube каналах приготовьте журик по моему рецепту и вы будете его готовить теперь всегда только так и такой большой слоган ну я этого не делаю тем не менее это потрясающе вкусный суп сам по себе и мой в частности попробуйте не пожалеете всем приятного аппетита и до скорых встреч субтитры